В модельный бизнес я попала случайно. Мне было 16 лет, когда фотограф сделал пару пробных снимков и сказал, что у меня талант. Уже тогда я поняла, что это «моё», говорит Мира Висханова, одна из самых первых моделей в Чеченской Республике. Девушке пришлось выслушать много критики и доказывать свое право заниматься любимым делом, но она осталась в профессии и даже создала школу моделей, чтобы обучать других искусству быть красивой. О моделях, которые стали популярны только после 30 лет, читай под фото, откровения Миры еще ниже, я родилась в Грозном, но росла в основном за пределами республики. Мой папа работал помощником депутата в Госдуме, и мы часто переезжали из-за его работы. Жили в Москве, в Нальчике, в Пятигорске. Я воспитывалась в разных культурах, папа – чеченец, мама – ингушка, бабушка – балкарка. С детства меня отдавали на всевозможные кружки и курсы, чтобы получила лучшее образование и всесторонне развивалась. Я умею шить, вязать, вышивать, делать картины из драпа, петь, танцевать, играть на фортепиано и многое другое. С трех лет я занималась танцами, спортивно-эстрадными, кавказскими. Какое-то время студия танца делила зал с модельным агентством. После наших занятий в помещение приходили фотографы, визажисты, сами модели. Однажды меня заметил фотограф, пришедший раньше времени, и сделал пару пробных снимков. На следующий день он сказал нашему руководителю, что у меня таланты, мне надо попробовать себя в роли модели. Мне было 16 лет, и это был первый опыт, но уже тогда я поняла, чем хочу заниматься. Конечно, родители были против. Когда отец политик, а мама медик, от ребенка не ждут выбора такой профессии. Это не всегда понимается и не всегда одобряется. Но тогда я ни с кем не ругалась, не спорила, ничего не пыталась доказать, а с любовью и уважением к родителям получила высшее образование, как они хотели, а затем и второе. Первое, юридическое, в Пятигорске, второе в Грозном, у меня диплом психолога, причем красный. Параллельно я старалась заниматься творчеством, иногда фотографировалась для различных проектов в Нальчике и Пятигорске. Папа с мамой хотели, чтобы я работала в государственном учреждении по профилю. После университета я прошла стажировку в Грозном, сначала в прокуратуре, затем в следственном комитете. Но понимала, что это не мое, и пошла работать в туристическое агентство. Как выглядит плюс-сайз модель, зарабатывающая по 140 тысяч долларов в год, смотри в галерее, как-то раз отправилась в редакцию чеченского глянцевого журнала Раморес, чтобы оплатить рекламу нашего агентства. Мне протянули выпуск и сказали, почитайте. Я гордо ответила, я привыкла не читать журналы, а сниматься в них. Эта забавная фраза в итоге привела к сотрудничеству. Услышав уверенность в моем голосе, главный редактор внимательно посмотрел на меня, у тебя действительно модельная внешность, и предложил прийти на съемку. В то время на фоне личных переживаний при росте 170 сантиметров я весила 43 килограмма. Наши первые съемки длились целых 10 часов. У меня было три образа, и под конец дня стилист тоже отметил, что из меня выйдет профессионал, такой сложный день, но она продолжает улыбаться и выглядит так, будто только что вышла от визажиста. А я просто получала удовольствие от процесса и не уставала. Тогда я поняла, что в жизни наступил момент, когда надо сделать выбор, и я сделала его в пользу творчества. На тот момент он уже никого не обижал. И все же это был очень долгий путь, и непринятие, и непонимание. Я поговорила с родителями и объяснила, что я знаю, люблю это дело и хочу дальше развиваться в немецком. Донесла, что нет ничего плохого и предосудительного в том, чтобы быть моделью. Конечно, многое зависит от твоих намерений, от того, какие цели преследуешь, на что тратишь свои деньги. Когда взрослые люди видят, что ты работаешь во благо себе, своей семье, окружению, они рано или поздно начинают это принимать. Я не могу сказать, что до сих пор все гладко, ведь наше взрослое поколение, из советской эпохи, и они очень консервативны. Но сегодня быть моделью в Чечне гораздо проще, чем 10-15 лет назад. В те времена были и технические проблемы. Например, не было визажистов со своими студиями, как сегодня. Не было профессиональной косметики или тех же кисточек. Помню, как визажист Залина Салангерьева меня красила буквально пальцами. Не было стильной одежды, шикарных платьев. Но к тем, что у нас были, мы сами чуть ли не булавками цепляли какие-то хвосты, банты, превращая их в вечерние образы. И получалось красиво. Я уверена, так получалось потому, что люди действительно любили свое дело. Но фотосъемками мы не ограничивались, устраивали показы, а я все чаще стала заниматься организацией этих мероприятий. Отбирала модели, готовила к проходке, обучала, подбирала платья, макияж, прическу, аксессуары. Договаривалась о месте проведения, а в самом начале и сама выходила на подиум как модель. Впоследствии меня все же больше хотели видеть ведущей и организатором. Как выглядят самые высокооплачиваемые модели мира, однажды после очередного кастинга журнал, который его проводил, отказался от моделей по неясным причинам. И так как я была в жюри, я серьезно отнеслась к происходящему. Чтобы все это было не зря, решила не расстраивать прошедших кастинг и открыла свою школу моделей. Это спонтанное решение привело к популярному и востребованному проекту. На кастинге были и парни, поэтому мы начали работу и с женской аудиторией, и с мужской. Все ученики посещали спортзал, косметологов, ходили на аэробику, уроки этикета и постановку речи. Даже если человек не собирается делать карьер в модельном бизнесе, такие навыки всегда пригодятся. Многие приходили для себя, для уверенности в себе. Я вообще за обучение в любом деле, за основательный подход. Школа просуществовала несколько лет, я выпустила приличное число профессиональных моделей. Но в какой-то момент просто физически перестала успевать, потому что приходилось много летать по семейным обстоятельствам. Со всеми учениками я осталась в хороших отношениях, мы до сих пор общаемся и не теряем друг друга из виду. С появлением Инстаграм в республике случился модельный бум. Когда мы начинали, на всю Чечню было всего несколько моделей, но вместе с интересом к социальным сетям их число стало расти. Это отличная платформа для заработка. Есть довольно простой алгоритм раскрутки своей личности, и если его придерживаться, ты можешь заполучить свою аудиторию, которая в дальнейшем даст тебе финансовую независимость. Для начала надо привести себя в порядок, поработать над физическими данными, возможно, над имиджем. Затем обратиться к визажистам с просьбой дать возможность выступить моделью для макияжа, а те опубликуют твое фото, таким образом помогая продвинуться в Инсте. Дальше надо принять участие в каких-нибудь фотосессиях у начинающих дизайнеров, знакомых или друзей. То есть ты выполняешь эти нехитрые действия, собираешь аудиторию и работаешь уже дальше с ней. Но все получится только при условии, что девушка хотя бы интересная. Люди ищут что-то необычное, надо цеплять. Модель не должна быть приторно-красивой. Самое важное, это харизма, изюминка. Нет каких-то рамок. Только для подиумных моделей важен рост и вес. В модели должно быть что-то, от чего вещь, которую она рекламирует, хотелось бы приобрести. И это не зависит от красоты. Если ты решила стать моделью, надо быть готовой к тому, что у тебя появятся хейтеры, что тебя будут обижать и осуждать. В основном по поводу внешности. Часто необоснованно и очень обидно. За свою карьеру я видела много критики и даже ненависти. Сначала было неприятно, а со временем научилась не обращать на это внимания. Раньше что-то доказывала, пыталась объяснить, донести, но потом поняла, тебя хитят, потому что не хотят слышать. Когда хотят понять, тебя не оскорбляют. Не у всех в жизни все так, как хотелось бы. Иногда это переходит в агрессию, которую они выплескивают в соцсетях. Сейчас эти люди вызывают у меня сострадание. Российских топ-моделей, которые покорили иностранцев, ищи в галерее, есть еще такой тип людей, кто в комментариях напишет что-то обидное и добавит, мы желаем тебе блага, поэтому критикуем. Почему бы тогда не сделать замечание в личном сообщении? Когда тебя хитят публично, перед всеми, это не благо. На развитие модной индустрии в республике положительно повлияла работа модного дома Фердоус, их показы и коллекции. Они известны не только в России, но и во всем мире. У них прекрасные платья, шикарные аксессуары, этот бренд отлично сочетает в себе стиль и скромность. Все наряды закрытые, но актуальные. Они вывели кавказскую моду на новый уровень, что благоприятно сказывается и на отношении к модельному бизнесу. Люди должны понимать, что мода, это не только модели. Это и дизайнеры, и визажисты, и фотографы. В республике в последние годы стало много творческих людей, по-настоящему талантливых, создающих прекрасные проекты. И мы все в отличных отношениях, дружим, помогаем друг другу, а не конкурируем. Я вообще считаю, что если ты любишь свое дело, ты делаешь его хорошо и получаешь доход. Когда же ты живешь своим делом, ты делаешь его лучше всех, а значит, у тебя не может быть конкурентов. Я не знаю девушек из Чечни, которые сделали удачную карьеру модели за пределами республики. Илона Бесултанова, она сделала отличную карьеру в качестве дизайнера одежды, но больше не работает моделью. Может, из-за особенностей менталитета. Хотя нас часто приглашают сниматься в другие регионы. Я снималась и в Турции, и в Дубае. Не могу назвать никаких отличий от этой работы в Чечне. Ты просто заранее обговариваешь с командой, что для тебя приемлемо, что нет. Выбирая модель с Кавказа, надо понимать, что будут определенные условия, которых и девушка, и фотограф, и видеограф должны придерживаться. Это касается и методов работы, и подобранного образа. Это определенное направление в одежде и аксессуарах. Например, никто не станет сниматься в купальниках. Где-то надевают платок, полностью покрывая волосы, где-то показывая только кончики волос. Если человек приезжает из другого региона и хочет сделать коллаб или приглашает к себе, он учитывает особенности, обычаи и традиции того или иного народа. Например, в Чечне иногда с девочками на фотосессии ходят мамы. Им так спокойнее, и мать видит работу дочери, и та чувствует себя в безопасности. Я не вижу в этом ничего удивительного. Я за то, чтобы людям было комфортно, если это не несет вреда окружающим. Люди должны любить свою работу, делать ее с удовольствием, а не в напряг. Другой вопрос, не мешает ли это фотографу, оператору, остальным членам съемочной группы. Но эти нюансы всегда можно обговорить. В этой сфере сегодня можно найти кого угодно и где угодно, поэтому, если тебе не подходит чей-то менталитет и культура, пожалуйста, выбор велик. И для поиска сегодня надо всего лишь полистать Инстаграм. Если ты хочешь провести кастинг и найти модель для той или иной работы, то чаще всего просто даешь объявление в Инстаграм, после чего идут отклики, люди собираются в определенное время в определенном месте, где стилист или дизайнер просто отбирает подходящих. Конечно, в нашей республике больше фотомоделей, а не подиумных. Основные заказчики – это местные бренды, магазины одежды и аксессуаров, свадебных платьев, вечерних нарядов. Гонорары самые разные – от 1 до 15 тысяч рублей за час. Нет определенной ценовой политики. Надо еще учитывать особенность взаимоотношений. Модели для кого-то будут сниматься бесплатно, кому-то назовут стоимость выше или, наоборот, пойдут навстречу и снизят цену. Все индивидуально. У модельного бизнеса в Чеченской республике определенно есть будущее. В первую очередь потому, что исламская мода завоевывает мир. Самые популярные бренды вводят в свои коллекции такие аксессуары, как платки, а некоторые даже берут модели в хиджабах. Стало востребованным выпускать длинные закрытые платья или брюки свободного кроя. Такой стиль имеет все шансы стать излюбленным и востребованным не только в мусульманских странах. Эта мода медленно, но уверенно проникает в индустрию. А значит, и спрос на профессиональных моделей тоже будет расти. Читай еще.